Нашего Ивана Александровича Гончарова, они вместе учились 8 лет в коммерческом училище, 3 года в Московском университете. Он сыграл большую очень роль и в становлении романиста. Так вот, я... А его потомки живут по Франции, Симоны, они сюда приезжали. Я с ними беседовал. По моей просьбе они прислали мне автобиографии свои. Я их попросил на одной страничке. Вот родилась там-то, в такой-то семье, потом училась там-то, вот там-то работала и вот так далее. Они мне прислали 3 на французском языке. Мне их перевели на русский язык. Я хочу сюда включить. Одна из них умерла вот за последний год. Осталось 2. Я перевёл... Мне всю книжечку-то перевели на французский язык. Я написал новые страницы и хотел издать первую книжку в нашем городе на русско-французском языке, посвящённую вот старшему брату романиста. А его питомцами были Садовников Дмитрий Николаевич, Богданов, там, Модест, известный учёный-натуралист, и ряд других очень известных писателей и поэтов он воспитал. И он был единственным человеком здесь, в городе. Да, он преподавал и в мужской гимназии, и в женской. Он был редактором симбирско-кубернских родомостей. 9 лет был редактором, один. Больше никто не работал в редакции. Он один делал газету, 9 лет. Он был членом комитета Карамзинской библиотеки. Он помогал комплектовать её. Он 20 лет преподавал в мужской гимназии. 10 с лишним лет в женской, в этой, в Мариинской гимназии. Короче говоря, он сделал столько, что трудно сказать, кто больше его сделал для нашей культуры, нашей. Он прессой руководил 9 лет. Не было другого журналиста, он был один. И вот я бьюсь, бьюсь, и никак не могу. А сейчас создали музей. Вот я, между прочим, так вам скажу, может быть, даже не для печати, преждевременно.